я хочу показать быстрый способ создания уличной дорожной сети в общем суть в том что это будет полупараметрический способ я в два этапа создам сначала сетку улиц а потом можно будет создать параметрические скругления тем способом который я уже показывал в другом видео получается у меня все на основе полилинии вот это и можно также вот все скруглять и получается вот такая вот штука то есть это все настраиваем на каждом переплеске можно настроить свои радиусы скругления делается это достаточно легко в виде сверху я создам кривую без е нажму tab режим редактирования удаляю все старые вершины и рисую просто свои линии можно просто от руки пока двойные точки если получились две рядом это можно все удалить вот эту можно дотянуть наоборот можно нарисовать более четкие прямые линии при помощи пера я нажму shift a чтобы нарисовать новую линию вот это у меня абсолютно прямая будет улица открываю геоноды редактор геонод с выделенным этим объектом нажимаю new и конвертирую в mesh убираем на дупикер в mesh если я добавлю сюда профиль в качестве профиля тоже добавляется кривая например окружность то у меня получится вот такой вот просто набор трубочек но если я добавляю линию надо не mesh линию а кривую curve line потому что профиль требует кривую и подключаю сюда получится вот такая штука с ошибками сейчас экструдировалась потому что если профиль отдельно подключу вот сюда он у меня так идет по оси z вот вот эта линия профиль поворачивается перпендикулярно самой кривой поэтому мне надо профиль рисовать к плоскости x y виде сверху если я буду создавать профиль по оси y то у меня получится если обратно подключу меня получится бы набор стенок если по оси x то у меня будут вот такие дорожки но я хочу чтобы они у меня расширялись в обе стороны одинаково поэтому я создаю вектор комбайн значение вот такое сюда тоже значение но умножая его при помощи но дымает в режиме multiply я умножаю на минус единицу то есть у меня здесь будет допустим если у меня здесь 100 здесь будет минус 100 вот и все это регулирую одним параметром и таким образом получаются дорожки симметричные задаю какую-то базовую ширину пример один это много данном случае у меня не очень большой масштаб получился допустим 01 это базовая такая вот ширина и теперь самое интересное я могу менять ширину каждой отдельной дорожки условной улице для этого мне абсолютно ничего не надо в гео нодах добавлять автоматически учитывается параметр вот этот вот радиус то есть я могу точку взять и на этот радиус назначение этого радиуса умножается ширина и чтобы выделить всю линию то есть все точки вот этой отдельного сплайна я нажимаю л так вот это просто лишняя точка была выделена выделяется все и я просто мин радиус вот здесь у меня меняется вся ширина дороги здесь тоже самое нажимая л на клавиатуре и вот так вот меня так еще раз вот здесь вот то есть там где мне надо я делаю дороги шире где мне нужно и вообще могу наоборот поуже сделать если у меня здесь какой-то просто проезд должен быть узенький то я беру и наоборот уменьшаю этот радиус в этом нодовом дереве я хочу объединить все эти линии в одну форму сейчас если включить wireframe видно что вот они на перекрестках они накладываются друг на друга мне надо чтобы это была одна общая форма для этого использую ноду mesh boolean в режиме union объединение то есть он объединяет формы сами с собой тут self intersection не обязательно ставить потому что уже объединилось если все лежит в одной плоскости и вот эти формы плоские объединяются без проблем если нужно пересечь или вычесть то там с плоскими формами как раз проблемы у этой ноды этот способ не совсем полностью параметрическим в два этапа потому что нам нужно контролировать перекрестки и нам нужны вот эти вот точки перекрестков то есть на пересечениях надо получить контур кривой как это сделать достаточно превратить вот эту нашу структуру я просто скопирую я не буду удалять оригинально ее достаточно просто превратить кривую но в кривую если я вот применяю у меня вот такая ошибка появляется модификатор geometry nodes не может примениться к кривой даже если на выходе я получаю кривую если вот здесь вот у меня сейчас меш и если мы штукер даже добавлю он все равно не сможет его применить и даже если вот мы штукер сделать то получится вот такая вот сетка там с лишними линиями внутри но я сделаю вот как я вместо этого превращаю то есть правой кнопкой можно кондер ту или через меню object там тоже команда конверта превращаю в мэш сначала это у меня мэш все редактируемый мэш но я его беру и сразу превращаю в кривую и получаю только один контур и теперь у меня получается вот это уже редактируемая кривая единственное что здесь какие-то может быть вот эти вот лишние точки их потом можно удалить для перекрестков почистить каких-то местах придется потому что слишком близко когда точки тут скругляться не будет пара слов про то зачем нужен наш буллин зачем я объединяю форму то есть давайте отключу просто чтобы показать что будет если я не буду использовать эту ногу я скопирую теперь я конвертирую в мэш а мэш конвертирую в кривую и получается что на перекрестках вот вот эти вот линии остались если приду в режим редактирования посмотрю это не общая эта вот форма и на пересечениях меня не появится нужных мне точек которые будут использоваться для скругления а теперь как сделать скругление тоже создаю геоноду сразу сделаю заливку для нее чтоб лучше читалось вот так вот а здесь я сделаю филитков я не буду превращать без ей я сделаю вот этот вариант поле примет радиус скругление и здесь просто могу задавать количество вершин на каждом скруглении теперь я возьму сюда подключу параметр радиус а я напоминаю что этот параметр он считывает вот эти вот значения радиуса точек которые по умолчанию все равны единице я выделю все радиус поставлю 0 но теперь не будет вообще скруглений но как только я начинаю крутить для каких-то отдельных точек нужный радиус выкручиваю то у меня вот он появляется эти точки тоже удалить то есть я могу локально задавать для каждых отдельных для каждого отдельного перекрестка могу свою радиусу дать здесь здесь поменьше здесь побольше на большом перекрестке и просто нужно иметь ввиду что вот он ограничивается каким-то точкам если у меня были просто прямые вот вот такого типа как вот вот здесь я нарисовал так у меня сейчас где-то вид снизу вот здесь здесь у прямой линии у нее нет таких проблем как вот этих вот изогнутых с лишних точек нет поэтому с прямыми вот этими улицами проблем не будет а вот с кривыми надо почистить вот что еще тут еще просто пара моментов если включить триангуляцию то можно получить вот довольно такую приличную топологию сетки если вам нужна топология что квады получить условные но они будут разбиты на треугольнике но потом можно в нормальные квады превратить в принципе и если надо вот здесь вот разбить сильнее просто выделяю два сегмента и нажимаю sub divide и выбираю количество сегментов например если мне надо будет на рельеф посадить то мне желательно чтобы у меня было нужное количество сегментов ну еще какой плюс вот такого вот способа можно сделать какие-то расширения дороги карманы делается это тоже не сложно просто можно выбрать вот какой-нибудь сегмент нажать экструдирование е по оси y и вот так вот масштабировать и вот такой очень быстрый способ моделирования но можно ингонами моделировать вот так то есть или опять же если мне нужно будет какая-нибудь внезапно понадобится какая-нибудь дорога можно можно даже просто с одной стороны пару сегментов рисовать также могу взять и экструдировать вот сюда вот оси x что будет новая дорога и она сразу моментально скругляется такой вот быстрый способ создания сетки улиц